здравствуйте друзья меня зовут александр шадов напоминаю что я поэт писатель философ абсолютный скептик софист и так далее так далее так далее в том числе я еще и антисиентист то есть критикую науку по не знаю счастливому или несчастному случаю мне заказали лекцию по синтетической теории эволюции поскольку я не обладаю никакими компетенциями в области биологии я решил лишь пересказать наиболее общее положение синтетической теории эволюции оценить их с философской и скептической точки зрения ну то есть привести определенную скептическую критику и на этом в принципе остановиться но так вот как бы до остановиться на вопросах которые так или иначе связаны с моей компетенцией не пытаясь залезать в те области которые с моей компетенции все-таки не связаны так вот давайте же начнем эту лекцию которая называется синтетическая теория эволюции философия и скептицизм есть вещи в которых современные ученые не сомневаются например ст то есть синтетическая теория эволюции если спросить биолога верить ли он в теорию эволюции то он скорее всего ответит что тут даже верить не во что потому что ст это безоговорочный неоспоримый факт подтвержденный множеством источников мне заказали лекцию посты но так как я не обладаю биологическими компетенциями не следует ждать от меня правильной трактовки всех его аспектов соответственно не следует если будут какие-то ошибки это не моя вина я не претендую на истинность своих положений более того я не претендую на истинность своей критики я готов ее дополнять совершенствовать готов ее в общем-то трансформировать в зависимости от ситуации так вот я планирую перетянуть стена свою сторону то есть на сторону философии и критики мы будем работать с основными понятиями данные теории осмыслять их и критиковать стараясь не вдаваться в глубины и структуры для понимания которых необходимо специальное образование более того для критики теории эволюции и не нужно специальное образование потому что многие важнейшие аспекты лежащие в основании находятся на поверхности и довольно просто критикуются философами разного толка сомнения в данных аспектах делает сомнительной и саму теорию ведение такое простое неказистое теперь давайте перейдем к теме теории эволюции в истории тоже не будем сильно здесь останавливаться ну мне больше всего ламаркизм просто нравится я думаю мы будем работать с ламаркизмом некоторое время там бороемся немножко в этой теме ламаркизмом просто интересен как бы так вот теории в кавычках эволюции за всю историю теории эволюции наберется несколько десятков большее количество из них конечно обнаруживается философии еще до сократики были убеждены в том что жизнь так или иначе зародилась или даже вышла из моря кроме того тот же гераклит рассказывал о вечно движущемся мире в котором все меняется философия изменений на долгое время была замещена метафизикой но в итоге ее возродил гегель который как раз рассказывал об эволюции духа философии даже самой истории распространившиеся гегельянство и а после марксизм вполне могли стать основанием для биологической науки того времени но постольку поскольку до гегеля и маркса усматривать такие целенаправленные изменения было не то чтобы очень сильно принято такой вот довольно важный аспект что вот у нас есть история философии с одной стороны до история философии формирует такой своеобразный базис на котором могут быть сделаны те или иные утверждения если бы не история философии вполне возможно идеи биологии но просто вот ну не пришли бы в голову биологам у них не было бы соответствующей общественной базы у них не было бы соответствующих данных которые могли бы им помочь в том чтобы догадаться до тех или иных вещей ну вот одна из первых теорий эволюции уже так называем в уже так называемой науки это ламаркизм названный так в честь известного биолога жанна батиста ламарка впрочем статус ламарка как ученого можно все еще подвергать сомнению потому что он и сам судя по всему был не против звания философа ведь написал труд который назывался философия зоологии где изложил свои взгляды кстати интересно что первая теория эволюции первая теория эволюции научная 1 в кавычках научная теория эволюции она изложена в тексте философия зоологии то есть интересный момент да то есть первую первую теорию эволюции автор жан-батист ламарк непосредственно все еще считал некой такой философии можно сказать что теория эволюции по крайней мере одна из первых ее вариаций появилась именно в философии по заверению с ее собственного автора что кстати тоже интересный опять же подчеркивает важность философии а взгляды ламарка базируются на ряде совершенно не интерпретируемых в рамках современной науки концепции 18 века то есть первично сотворенный богом материя как пассивное начало и природа как порядок и энергия для его осуществления концепция пяти элементов включая эфир из которых важнейшую роль конечно играет эфир виде тонких флюидов циркулирующих в органических телах постоянное самопроизвольное зарождение жизни в том числе и сложных форм из неорганической и органической материи отрицание вымирания видов отрицание наличия нервной системы и полового размножения у низших животных связи с этим на современный ламаркизм напоминает вот вот этот старый ламаркизм лишь в общих чертах есть тогда современного маркизм что интересно но базируется он по преимуществу не на тех вещах которые мы только что перечислили а на куда более важном принципе давайте рассмотрим этот принцип начнем с того что всех животных ламарк распределил по 6 ступеням ну или уровнем или градациям до по сложности их организации дальше всех от человека стоят инфузории ближе всего к нему млекопитающие при этом всему живому присуще стремление развиваться от простого к сложному продвигаться по ступеням вверх в живом мире постоянно происходит плавная эволюция исходя из этого ламарк пришел выводу что видов природе на самом деле не существует есть только отдельные особи что кстати интересное мне очень нравится во первых до номинализм такой более менее он он такой знаете это более реалистическая концепция не в смысле реалистическая как в средние века реализм а именно реалистическая ну то есть соответствует наблюдаемой реальности потому что вот например я вижу на улице дерево я вижу отдельно дерево рядом стоит может быть другое дерево но я не вижу популяции деревьев я не вижу вид деревьев я вижу дерево непосредственно само по себе я могу деревом работать я могу подойти обнять дерево я могу дерево кору содрать и так далее так далее так далее то есть я могу делать с деревом все, что угодно. Вот оно, я могу производить с ним определенные операции. В этом смысле Ламарк, он хорош. Это хороший аспект его теории, и в соответствии с этим, ну вот, даже раннему, современная теория эволюции проигрывает раннему ламаркизму, по крайней мере, ну вот по таким моим критериям. Ламарк последовательно применил к своей теории знаменитый принцип Лейбенеца, вообще-то, да, природа не делает скачков. Отрицая существа невидов, Ламарк ссылается на свой огромный опыт систематика. Только тот, кто долго и усиленно занимался определением видов и обращался к богатым коллекциям, может знать, до какой степени виды сливаются один с другим. Я спрашиваю, какой опытный зоолог или ботаник не убежден в основательности, только что сказанного мной. Поднимитесь до рыб, рептилий, птиц, даже до млекопитающих, и вы увидите повсюду постепенные переходы между соседними видами и даже родами. Ну, как ни странно, как ни странно, ну, ладно, не буду это дополнять, ладно. Так вот, на вопрос, почему человек не замечает постоянного превращения одних видов в другие, Ламарк отвечал достаточно просто. Опять же, с временными рамками все связано, изменения происходят не в рамках одного поколения, и поэтому заметить эти изменения довольно трудно. Так вот, совершенствуясь организмы, вынуждены приспосабливаться к условиям внешней среды. Для объяснения этого ученый сформулировал несколько законов. Прежде всего, это закон упражнения и неупражнения органов. Наибольшую известность из примеров, приведенных Ламарков, приобрел пример с жирафом. Жирафам приходится постоянно вытягивать шею, чтобы дотянуться до листьев, растущих у них над головой, поэтому их шея становится длиннее. Вытягиваются муравьеду, чтобы ловить муравьё в глубине муравейника. Приходится постоянно вытягивать язык, и тот становится длинным и тонким. С другой стороны, кроту под землёй глаза только мешают, и они постепенно исчезают. Если орган часто упражняется, он развивается. Если орган не упражняется, он постепенно отмирает. Да. Другой закон Ламарка – закон наследования приобретённых признаков. Полезные признаки приобретённых животным, по мнению Ламарка, передаются потомству. Жирафы передали потомкам вытянутую шею, муравьеды унаследовали линый язык и так далее. Ну, в общем, вот она схема по Ламарку. Изменение условий, изменение органов – это первый закон Ламарка, и передача изменений потомкам – второй закон Ламарка. В целом, тут есть некие основные термины, органы действительно меняются со временем, действительно меняются условия, происходит передача потомкам, но это происходит в теории эволюции современной, не в том смысле, в каком это вкладывал Ламарк. Тем более, по теории эволюции современной мы, очевидно, сталкиваемся с тем, что приспособление ведётся не через адаптацию, не через прокачку, то есть определённых способностей, а через генетику, изменение генов, соответственно, через мутации. Это разница, короче, приведённая. Если у Ламарка такая теория мировой адаптации, которая подразумевает постоянную тренировку тех или иных качеств органов, и постепенно эти органы как бы передаются через поколение в поколение и так далее, и так далее, и так далее, и в итоге через 20, 30, 40, 50, 100 тысяч у поколений у нас постепенно виды очень сильно изменяются и становятся другими. Принцип совершенно другой в данном случае. Такой целенаправленный принцип, целенаправленный стремление к совершенству. И это, с одной стороны, интересно, с одной стороны, прикольно, но вот, к сожалению, учёные современные не находят этому подтверждений. Я просто замечу, что Ламаркизм является куда более доброй теорией, чем эволюция Дарвина. Чтобы добиться изменений, абсолютно необязательно допускать гибель огромного количества организмов, оставляя жизнь лишь тем, кому удалось приспособиться. Формальное приспособление в теории эволюции не есть приспособление, а лишь факт пригодности для данных условий. А уже в рамках теории Ламарка приспособление суть некое целенаправленное действие, которое выполняет организм. То есть у Ламарка приспособление, оно по сути является приспособлением, а у Дарвина, вообще у эволюционистов под приспособлением обычно, ну, знаете, понимается такое истечение обстоятельств, при которых то или иное существо может выживать на той или иной территории. То есть если говорить, где уместно слово приспособление, в теории Ламарка, на мой взгляд, оно абсолютно уместно, потому что это некое действие получается, да. По теории Ламарка животные выполняют определенные действия и, собственно, приспосабливаются. В теории эволюции они либо умирают, либо не умирают, это и есть приспособление. Непонятно, что это за субстанция такая за сущность, что это за действие. Окей, да. Так вот, давайте пройдемся кратко по основным различиям теории эволюции Дарвина и СТ. Потом перейдем к разбору последней. Ну, насколько известно, теория эволюции Дарвина стала, по крайней мере, таким основанием для разработки дальнейшей теории эволюции. Синтетическая теория эволюции это как бы развитие идей Дарвина, но уже с имеющимися данными из новых наук, которых во времена Дарвина все еще не было, как бы. Поэтому ей пришлось адаптироваться, изменяться и, понятное дело, вот получилось кое-что другое. Какие же движущие факторы в теории эволюции Дарвина и синтетической теории эволюции? Так вот, у Дарвина это естественный отбор как результат борьбы за существование. А в синтетической теории эволюции это естественный отбор как результат накопления мутаций. Разные. Очевидно, разные. По вопросам естественного отбора. В теории эволюции Дарвина выживают наиболее приспособленные особи. В синтетической теории эволюции речь идет об отборе, отбор сводится к отбору генотипов, короче. Просто. Да тоже достаточно просто. Ну и на самом деле здесь в некотором роде получается, что синтетическая теория эволюции даже уточняет именно Дарвина. Она именно проясняет механизм. Вот выживание наиболее приспособлен к особям, но выживание и выживание. По каким причинам оно выживает? Отбор генотипов на самом деле. Так, в теории эволюции Дарвина есть разные формы естественного отбора. Ну это движущий и половой. В синтетической теории эволюции движущий, стабилизирующий и дезруктивный. Также имеются разные факторы эволюции. В теории Дарвина это наследственность, изменчивость, борьба база существования. А вот, в СТЭ это мутационная изменчивость. Видите, вот 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 уточнили, уточнение произошло. Наследственность похожая, но наследственность как бы тоже, то есть вообще со времен Менделя и вообще много кого, многие исследователи биологи, они вот этот параметр тоже уточняли наследственности. Поэтому в теории эволюции наследственности, в теории Дарвина наследственности, да, это очень похожие штуки, но Дарвин многое не знал. И соответственно дальше идут популяционные волны и дрейфгенов. Вот какие параметры. Наименьшая единица эволюции у Дарвина это вид, наименьшая единица эволюции в СТЭ это популяция. Все довольно просто. Теперь давайте перейдем к СТЭ и попробуем разобрать ее уже с различными комментариями. Но сначала просто давайте разберемся. Синтетическая теория эволюции в ее нынешнем виде образовалась в результате переосмысления ряда положений классического дарвинизма с позиций генетики начала 20 века. После открытия законов Менделя в 1901 году доказательства дискретной природы, наследственности и особенно после создания теоретической и популяционной генетики учение Дарвина приобрело прочный генетический фундамент. Ну то есть вы видели, да, вот здесь вот все вот это, вот это как бы уточнение Дарвина получается. Разница между разными теориями эволюции, но заключается в том, что синтетическая теория эволюции уточняла просто некоторые положения Дарвина. Ну иногда заменяла их. Иногда заменяла все-таки. Но по большей части речь шла об уточнении. Синтетическая теория эволюции современной дарвинизма, она возникла в начале 40-х годов 20 века. Она представляет собой учение об эволюции органического мира, разработанное на основе данных современной генетики, экологии и классического дарвинизма. СТ опирается на палеонтологию, систематику, молекулярную биологию и другие науки. Термин синтетическая идет от названия книги известного английского эволюциониста Хаксли «Эволюция. Двоеточие современный синтез», который написан в 1942 году. В разработку синтетической теории эволюции внесли вклад многие ученые. Считают, что эволюционный акт состоялся, когда отбор сохранил генное сочетание, нетипичное для пришествующей истории вида. В итоге, для осуществления эволюции необходимо наличие трех процессов. Мутационного, то есть генерирующего новые варианты генов с малым фенотипическим выражением. Рекомбинационного, создающего новые фенотипы особей. И селекционного, определяющего соответствие этих фенотипов данным условиям обитания и произрастания. Все сторонники синтетической теории признают участие в эволюции трех перечисленных факторов. Все довольно просто. Теперь давайте. Основные положения синтетической теории эволюции в общих чертах, их можно выразить вот таким вот образом. Я здесь буду также и свою критику непосредственно продвигать. По той причине, мы в принципе закончили вступительную часть лекции. Мы ознакомились с основными такими положениями, немножко в историю закопались. Давайте теперь попробуем это покритиковать еще. Так вот. Основные положения синтетической теории эволюции. Материалом для эволюции служат наследственные изменения, мутации. Как правило, генные и их комбинации, мутационная и рекомбинационная изменчивость. В целом, наблюдаемая изменчивость с точки зрения философии не может подвергаться сомнению, потому что человечество уже много лет знакомо с многочисленными примерами селекции. То есть, если речь идет о всякой микроэволюции, знаете, возможно разделение на микро и макроэволюцию. Мы можем провести такое разделение. И оно многими авторами проводится вообще в принципе не биологами, но многими авторами точно оно проводится. Хотя современная биология скорее считает, что нет никакой микро и макроизменчивости. Там одни и те же законы работают, это одно и то же. Но мы можем попробовать провести такую разницу. С микроизменчивостью никаких сомнений ни у кого как бы не возникает. Да, мы действительно наблюдаем изменения. Пока ученые выискивают бабичек, меняющих цвета в зависимости от среды человечества, создает многочисленные породы собак, которые отличаются друг от друга довольно сильно. Вот, вот интересно. То есть ученые, когда пытаются подтвердить свои взгляды на теорию эволюции, они вроде бы берут и кидаются в нас фактами, да которые в принципе и так каждому наверное известно. Если вы являетесь разводчиком собак, или если вы приблизительно представляете как собак разводили, что с ними делали, как их меняли, как породы менялись, как породы кошек менялись, то вы наверное в принципе представляете себе, что есть некая микроэволюция, то есть микроизменения внутри одного и того же условного вида и для вас это не будет большим сюрпризом. С другой стороны, основная проблема мутации, на мой взгляд, кроется как раз в том, что их приписывают именно генам. Сомнение в генетике является довольно обоснованным, так как маловероятно, что ученые не прибегают к хитрым упрощениям и поверхностным трактовкам, разбирая что-то настолько сложное, как так называемый ген. Сомнение в генетике проистекает и сомнение в научной методологии в целом. В чем вы можете ознакомиться в моих статьях и видеоматериалах, опять же останавливаться на опровержении генетики здесь и сейчас не имеет никакого смысла. У меня проплачено чуть больше часа лекции, я в принципе не успею еще и генетику вам тут как бы опровергнуть, ну опровергнуть, усомниться в генетике мы не успеем. Но все довольно просто, опять же, у нас есть определенные научные принципы, по которым генетика изучается, эти принципы являются априори сомнительными. Почему они являются сомнительными? Читаем мои статьи, книги, материалы и так далее, так далее, так далее. Здесь нет каких-то особых сложностей, по-моему здесь все понятно. Если уж все остальные науки являются сомнительными, генетика в том числе, тем более генетика. Надо подчеркнуть тем более генетика, потому что предмет изучения генетики крайне сложный, неоднозначный и довольно-довольно-довольно-довольно-довольно. Ну, очень сложный, короче. Человеческий ген так вообще очень сложный. Так, основным движущим фактором эволюции является естественный отбор, возникающий на основе борьбы за существование. Ну, очевидно, что никакого естественного отбора не существует от себя. Замечу это в лучшем случае красивая метафора, которая описывает факт выживания или гибели организма. Естественный отбор наиболее удобная точка, по которой можно бить современных биологов, использующих такие простые детские абстракции. Ну, а где естественный отбор? Как его потрогать? Как его ощутить? Что с этим естественным отбором делать? Он просто существует? Как он существует? Естественный отбор. Я не вижу естественного отбора на улице, например. Не, не вижу. Ну, я вижу, как одна собака там убивает другую собаку. Я вижу, как кошка убивает кошку, как тигр убивает льва, допустим, хотя они в родных орелах обитания. Но неважно, вы поняли. Я вижу, как лев убивает, допустим, не знаю, газель. Вижу, да, действительно вижу. Но я не вижу при этом никакой собственно, никакого естественного отбора. Это метафора. Если это не метафора, в каком смысле она существует? Как механизм мира управления? Да, где в мире? Где он? На каком уровне мира он находится? На молекулярном уровне? Может быть, этот закон записан в электромагнитные поля? Я не знаю. Ну, то есть, а где он? Как он существует? Как термин получается? Если он существует как термин, он не существует вообще. Это просто удобный способ описания в таком случае. Если в рамках теории эволюции имеется место для такого термина, как естественный отбор, значит, по мне очевидно, что люди, придерживающиеся этой позиции, либо платоники и идеалисты, для которых естественный отбор существует в мире идей, тогда он действительно существует. Либо это люди, которые используют метафоры и, следовательно, уже значительная часть их теории не является обоснованной. Ну, то есть, просто метафора поэтическая. Красивая, красивая, прикольная, интересная метафора. Естественный отбор. Окей. Очень весело, очень забавно, но смысла использовать это словосочетание, на мой взгляд, уже не имеет. Почему он естественный? Почему он отбор? Может, он вообще неестественный? Опять же, да, оценочное понятие естественный отбор. Он естественный. И отбор. Кто-то отбирает? Есть кто отбирает? Бог, может быть, природа отбирает. Кто? Кто что отбирает? Вопрос. Да никто ничего не отбирает. Кто-то остался жив, кто-то не остался жив. Кого-то загрызли, кого-то не загрызли. Кто-то не смог выжить, не знаю, без кислорода, а кто-то смог. Кто-то смог, продолжает жить дальше. Кто не смог без кислорода выжить, тот не продолжает жить дальше. Произошла кислородная катастрофа, допустим, окей. Кто сможет, может с кислородом жить, тот живет дальше. Кто не может, тот умирает. Все, все просто. Никакого отбора, короче нет тупо жизни смерть выжил или умер описывать это такой абстрактной сущностью как естественный отбор ух ух как тяжело как тяжело ладно наименьшей единицы эволюции является популяция но от себя я замечу что популяции не существует на самом деле у популяции нет гена ну то есть популяция сама по себе это некая совокупность особей у этой совокупности особи нет никакого гена например гены есть у организма популяции они не объединены субстанционально их нельзя потрогать пощупать это просто таксономическая единица это просто единица по которой мы разделяем существ и все но то есть популяция есть абсолютно в таком же смысле как и например существует общество государство культура но этих вещей тоже но вроде бы очевидно не существует это тоже это договоренность между людьми то есть популяция это договоренности между людьми если один из главных терминов в теории эволюции это популяция ну значит биология это дисциплина на уровне всяких гуманитарных наук типа не знаю культурологии ну замечательно круто абсолютно объективно ни в чем да не подкупно замечательно прекрасно но почему-то один из основных терминов но этого термин на уровне непосредственно культурологии популяция замечательно до трогать их нельзя если речь идет про абстрактные изменения статистику и прочий научный самообман который помещается в исследование но это все лишнее это все лишнее соответственно да если под популяцией подразумевается некая статистическая данность которую можно так или иначе осмыслять с помощью математического аппарата но для меня тоже ничего не значит я опять же отрицаю статистику я отрицаю что через статистику возможно реальное познание для меня это просто самообман определенный хитрый который позволяет делать некоторые предсказания в определенных рамках то есть это не знание это про это ради предсказания это ради практики допустим это ради определенной не знаю наглядности но это наглядность достигается за счет того что мы уходим от сути уходим от содержания уходим от реальности и И создаем поверх уже существующей реальности, некоторый математический аппарат. Создаем этот математический аппарат, который, ну, на самом деле, является, короче, лишним здесь. Если смотреть с точки зрения истины, так скажем. Если с точки зрения истины вообще существует, да? Если мы живем не в мире платоников, если мы не живем в мире Платона, и если истина в данном случае существует, то, скорее всего, математика не является частью нашего мира, и, соответственно, все, что выражается на языке математики, скорее всего ну просто определенная игра игра слов игра чисел игра соотношений который не имеет реального основания эволюция носит в большинстве случаев дивергентный характер то есть один таксон может стать предком нескольких дочерних таксонов не буду комментировать может да может нет мы это потом разберем дальше следующий пункт эволюция носит постепенный и длительный характер видообразование как этап эволюционного процесса представляет собой последовательную смену одной временной популяции чередой последующих временных популяций на мой взгляд одна из проблем заключается в том что собственно прямые наблюдения за такими изменениями оказываются невозможны и то же самое например с таксонами вот тут вот здесь один таксон может стать предком нескольких дочерних таксонов допустим да то есть все материалы которые подтверждают это в эти высказывания в основном косвенные за исключением очень маленького количества то есть у нас опять же нехватка дедукция оказывается никакой индукции не хватит чтобы доказать изменчивость всех видов понимаете может быть да мы действительно усматриваем изменчивость например на каких-нибудь на мушках на горохе на инфу на простейших организмах можем ее усматривать там не знаю в нескольких случаев из неограниченного множества допустим наши взгляды работают ну или нам кажется что они работают но то есть да мы смотрим на них проводим определенные эксперименты и вроде бы наши наблюдения не противоречат тому что мы ожидали и мы радостно как бы поднимаем руки в воздух говорим о эволюция она как бы есть а на самом деле все может оказаться куда сложнее вот данные из разных наук например палеонтологии на мой взгляд указывает на данную изменчивость и лишь косвенно притом крайне косвенно и с этим тоже по сути то ничего и не поделать когда люди говорят о том что палеонтологические доказательства это прямые доказательства но это безусловная глупость ничего прямого здесь собственно нет вид состоит следующий пункта вид состоит из множества соподчиненных морфологические генетические экологические биохимические генетически отличных но репродуктивно не изолированных единиц популяции подвидов вот так же следует заметить что видов скорее не существует чем они существуют опять же я я бы тоже здесь заметил я здесь солидарен абсолютно сломарком в данном случае мне ближе номиналистическая тенденция к опровержению к работе с наукой вообще в принципе с разными научными терминами и поэтому я в целом но тоже склоняюсь скорее к номинализму если мы отрицаем всякого рода платонизм и прочие идеалистические течения то скорее свойственно нам было бы подбирать номиналистические учения а здесь какие-то виды появляются какие-то сверхобобщения на мой взгляд поскольку ст возникла на базе европейской культуры она испытала влияние платонизма универсализма перипатетизма вместо того чтобы просто говорить о возможности размножения теория эволюции поддерживает какую-то таинственную третью сущность которая называется видом никакой необходимости в этом термине не термине нет он скорее служит очередной лирической метафорой который и так заполняют который так заполняют наш язык но то есть это пустое тоже на мой взгляд виды а вот и следующий пункт вид существует как целостное и замкнутое образование целостность вида поддерживается миграциями особи особей из одних популяций в другую при которых наблюдается обмен аллелями поток то есть поток генов да опять же это довольно описательный конструкт который выдается за некую реальность и некоторое существование вид как способность обмениваться генами в сущности вид как размножение а мы еще дядюшку фрейда клеймим за подобные упрощения сам обмен генами не является необходимым для создания третьей сущности который мы называем вид кроме того сам обмен генами сомнителен но в этой лекции ничего об этом говорить не буду потому что опять же генетика с генетикой разбираться следует отдельно генетика специфическая специальная довольно таки наука довольно тонкая довольно крайне сложная опять же да и чтобы с ней разбираться нужно лучше лучше всего иметь определенное образование в рамках биологии и желательно еще иметь такой вот большой философский базе знания различных основ скептицизма допустим антисоентизма и так далее так далее так далее то есть здесь нам нужен скорее специалист который разбирается одновременно и в генетике с одной стороны и с другой стороны одновременно разбирается философии и философской методологии может понять где наука придумала в общем-то свою методологию где она ее ну или с действительно имеет где-то действительно методология имеет место является общей так вот способность размножаться существует внутри конкретных существ притом но опять же к ламарку я просто возвращаюсь притом есть существа одного вида которые размножаться не могут особенно если речь идет о больных особях ну то есть да у нас есть например люди которые не могут старики не могут размножаться дети не могут размножаться до больные люди не могут размножаться соответственно соответственно но в итоге да когда они станут зрелыми на определенном этапе некоторые не все но большинство смогут размножаться соответственно и вот это свидетельствует о том что мы как бы являемся представителями одного вида но как-то для меня это что-то не звучит очень сильно основательно вид как нечто внешнее как некий призрак размножения нависающие над несуществующими популяциями этот остаток от идеалистической философии на мой взгляд так вот 8 пункт макроэволюция на более высоком уровне чем вид род семейства отряд класс и так далее идет путем микроэволюции согласно синтетической теории эволюции не существует закономерности макроэволюции отличных от микроэволюции иными словами для эволюции групп видов живых организмов характерны те же факторы эволюции движущая сила естественный отбор что и для микроэволюции теперь мой комментарий но к сожалению подтвердители опровергнуть дальнего данное высказывание практически невозможно так как макроэволюция это процесс выходящий за пределы наблюдений палеонтология лишь фиксирует останки это довольно косвенно если неожиданно ученые найдут существо которое опередило свое время то они не фальсифицируют теорию эволюции а лишь начнут искать переходные звенья которые привели к этому существу при этом поиск переходных звеньев может занимать неограниченное количество времени даже если они не будут найдены это не будет для ученых по большей части ничего значит и революции не будет фальсифицирована провернуто не будет отвергнута из этого мы в принципе должны сделать вывод что когда речь идет про макроэволюцию это довольно довольно философская теория то есть данное высказание скорее всего не подчиняется законам самой науки ибо по ее же правилам является непроверяемым это просто удобное допущение которое позволяет делать предсказание работать в прошлом в науке много подобных допущений например вера в то что законы природы не меняются со временем но об этом позже опять же это очень удобно но истинно ли мы не знаем тем более вопрос тем более вопрос о том что макроэволюции но а вопрос о макроэволюции интересует нас больше больше чем вопроса микроэволюции так как микроэволюция как я уже сказал была известна человечеству испокон веков про нее даже платон знал в государстве он как раз описывает что нужно вести определенную позитивную евгенику стражей до чтобы стражи с поколениями становились все лучше и лучше и лучше то есть вести искусственный отбор согласно которому у нас появится вот наиболее качественное потомство у стражи они будут сильнее умнее красивее и замечательный то есть даже платон уже знал про селекцию хотя 3 отрицал эмпирический опыт вот а вот с макроэволюции с макроэволюции у нас опыта нет мы слишком мало существуем да и вообще наука вообще биологии вообще дарвинизм как бы они существуют не так давно наука существует плюс-минус 400 500 лет вот дарвинизм существует но несколько больше сотни лет представляете всего лишь сотню лет дарвинизм люди проверяют всего лишь сотню лет а предсказание на миллиарды лет назад а замечательно просто просто замечательно это ни в коем случае не религиозный бред, это же, ну, это все очевидно, 100%, 100%. Макроэволюция, все понятно, все по тем же законам работает, что мы наблюдаем в нашем мире. Все очевидно. Вообще, вообще никаких споров нет. Вообще, даже ни те, ни сомнения нельзя на это наложить. Абсолютно точно, абсолютно истинно. Вот. Так вот, как раз вопрос о макроэволюции, он не является тривиальным, он как бы не очевиден. Мы можем по отношению к макроэволюции предложить неограниченное множество теорий, и вообще именно сама теория эволюции, это по сути есть теория макроэволюции. Потому что именно это теоретично. В этом вопрос. В этом как бы вот содержание вопроса. Понимаете, мы здесь можем еще думать, можем предлагать вариации. Когда речь идет про микроэволюцию, ну, мы смотрим, существа меняются, да, мы сами можем повлиять на селекцию, можем отбирать животных, растения. Все работает по вполне очевидным таким законом, и как бы здесь уже нет науки даже. То есть здесь нет верификации, фальсифицируемости. Потому что все уже, ну, нормально. Это дело практики. То есть реально микроэволюция оказывается таким делом практики. И уже давно, причем, еще до Менделя, в принципе, с этим можно было вполне справиться. Люди разводили цветы, животных, делали все, что угодно. для того, чтобы обеспечить себе наибольшее, там, хорошее, наивкуснейшее пропитание, наиболее плодородные растения, наиболее красивые цветы, чтобы себя обеспечить. Да, люди так делали, действительно. В этом нет никакой проблемы. Это и так было уже известно. С микроэволюцией, ну, сюрпризов, на самом деле, давно нет. Микроэволюция, это наша практика, так скажем. Это то, что, с чем мы работаем уже много лет. А макроэволюция, это как раз вопрос. Очень хороший, интересный вопрос, замечательный. Следующий параметр. Эволюция имеет ненаправленный характер, то есть, не идет в направлении какой-либо конечной цели. Отсутствие целей, ну, кстати, да, 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 вот мой комментарий таков. Отсутствие целей несколько поражает, поскольку, если вдуматься, ну, миллионы лет, за которые могут происходить эти изменения, это не такой уж и большой промежуток времени, он довольно ограничен. Ну, если за тысячу лет не происходит изменения, да, мы не видим изменений за тысячу лет, а каких-то очень сильных, то за миллион уже вроде бы видим, уже вроде бы должны видеть, да, за два миллиона там еще больше изменений, за пять миллионов побольше, еще больше. Ну, то есть, миллионы лет, на самом деле, если так подумать, не очень много, но вот сто лет это жизнь одного человека, ну, с большими оговорками, да, в 50, в плюс 50, в минус 50 лет скорее, да, от 50 до 100 лет жизни одного человека, ну, возьмем сотку просто, да, тысяча лет это жизнь 10 людей, допустим, таких долгожителей, хороших знатных долгожителей, миллион лет, да, тоже не очень, на самом деле, много. Так вот, в чем суть, в чем суть? Рассчитывать на мутации, многие из которых оказываются случайными или даже большинство оказывается вредными, я напоминаю, довольно трудно, потому что это увеличивает необходимое время для изменения видов. Тот самый естественный отбор убивает всех неприспособленных, среда меняется, потом умирают следующие неприспособленные, их место занимают другие приспособленные, довольно жестокая система, в которой очень много случайностей, в которой нет некой целенаправленности на некое развитие. Ламаркизм, в этом смысле, он как раз, его можно вписать, например, в изменении в миллионы лет, ну потому что вот я жираф, я жираф, и у меня голова растет, да, я тянусь за растением, у меня растет голова. Окей, дерево тоже от меня растет, тоже вырастает, не хочет, чтобы ел, дел я с него, да, собственно, тоже растет. И следующие плоды этого дерева, они тоже будут расти еще больше и больше и больше, и у жирафов шея будет все длиннее, длиннее и длиннее. Если жираф не сможет кушать больших деревьев, скорее всего, он умрет, это будет ему неприятно, и он, в общем-то, нехорошо будет. Поэтому жираф как бы эволюционирует таким образом, ну, собственно, с помощью своих определенных интенций и передается эти интенции своему потомству. Эта теория вписывается в более маленькие временные рамки. А вот теория эволюции, она как бы включает в себя очень большое количество случайных параметров. И происходят все эти изменения, ну, за считанные, жалкие, ничтожные десятки миллионов лет. И, знаете, эти десятки миллионов лет, это не так уж и страшно, как вроде бы звучит на первый взгляд. На первый взгляд может быть вау, но на самом деле нет, это не так уж и много. Ламаркизм в целом, можно вписать, а стэ, как мне видится, вписать в эти миллионы лет куда сложнее, это делается с куда большей натяжкой. Да, так как появляется случайный фактор, это случайный фактор, но очень значителен. То есть происходит тотальное перепроизводство живых существ, изменяющихся бесцельно. Эта самая бесцельность требует больше логических ступеней для своего существования. Если для Ламарка шея жирафа растет, потому что он тянется к деревьям, и деревья растут, потому что они убегают, в кавычках, от жирафа, то в стэ это происходит благодаря случайным изменениям, в рамках которых отбираются те особи среди жирафов, которые могут дотянуться до еды, и те деревья, до которых не могут дотянуться жирафы. Это в КВТ, это тоже очень упрощенное объяснение, не особо мы тут будем как бы смотреть на реальный механизм, но если просто, то это вот так звучит, если мы ограничим систему двумя видами, да, и соответственно у Ламарка все просто, все понятно, все очевидно, хотя скорее всего не истина, а в теории эволюции довольно трудно себе это представить, по той причине, что ну очень много факторов сразу же играет, и очень много случайностей, притом большая часть мутации оказывается, ну очевидно, вредными. Причем, что некоторая часть мутации скорее всего даже оказывается патологическими и приводит к заболеваниям, что еще как бы хуже, ну опять же, тоже важно это видеть. Так вот, очевидно, что для осуществления модели Ламарка требуется меньше времени, чем для осуществления позитивных изменений в рамках СТ. Мне в целом трудно оценивать, с какой скоростью должен идти отбор в соответствии со СТ, потому что и скорость во многом может оказаться случайной, ну изменяемой. У нас происходят такие-то изменения, неудачные, неудачные, не три раза неудачные изменения в виде произошли, четыре, пять, шесть, семь, а на восьмой, вот мы подобрали уже что-то, допустим, да, на восьмой раз, на восьмое изменение, вот, вот оно вроде бы неплохое, вот этот вот чувачок выживет, короче, он молодец. Он молодец, он выживет, а другие сдохнут. Круто. А вдруг на сотый раз только подберется, или на двухсотый, на тысячный, и на миллионный раз вдруг подберется, да, нужные изменения. А вдруг вот это вот полезное изменение просто, ну, ну, я не знаю, дерево упадет на насекомое, там будет хорошая кладка вот с такими хорошими приспособленными непосредственно бабочками, и вдруг на них дерево упадет, и все, например. Да, да, интересно. То есть, понимаете, целенаправленная теория эволюции, такая как у Ламарка, она более гарантирует выживаемость, она как бы с большей гарантией нам завещает, что, ну, ну вот он совершенствуется, он изменяется так, как ему нужно, это целенаправленно, и, наверное, в этом есть какая-то, ну, это, короче, ускоряет процесс, а Стэн не ускоряет, процесс, и здесь сложно, здесь сложновато оказывается. Так вот, это в соответствии с ненаправленным характером, я не то, чтобы доказываю направленный характер, или наоборот, опровергаю абсолютно ненаправленный характер, просто у меня есть такие сомнения, понимаете, вообще все мои опровержения, которые здесь изложены, это, они излагаются в том духе, я абсолютный скептик, я сомневаюсь в теории эволюции, я сомневаюсь во всех теориях науки, вообще во все, во всей научной методологии сомневаюсь, во всем сомневаюсь и вот давайте попробуем показать что мои сомнения не являются беспочвенными у меня здесь вот вот есть такое вот какое-то вот знаете предположение что ну на самом деле ст со своей случайностью могла бы и не уложиться в те временные периоды которые мы рассматриваем ну вот миллиарды лет миллионы лет но в миллиарды лет еще ладно вот миллионы уже по моему сложнее вот вида образования заключается возникновение генетических изолирующих механизмов и осуществляется преимущественно в условии географической изоляции но тоже такой пункт не буду его трогать естественный отбор рассматривается как главная причина развития адаптаций вида образования и происхождения надвидовых таксонов да напоминаю что никаких некого естественного отбора нет потрогать его нельзя Увидеть его нельзя, что это такое непонятно А это главная причина развития адаптации Ох, ох ты Ого, короче Это очередная абстракция Среди многих абстракций в данной теории Этот самый естественный отбор Ну и по-моему вот это высказывание просто смысла не имеет Так вот, мы разобрали основные положения СТ и попробовали в них усомниться Безусловно, каждое положение заслуживает Куда больших комментариев, но мы их давать не будем Потому что, к примеру, я не являюсь специалистом в биологии И здесь нужен просто, знаете Если бы была возможность создать Абсолютного скептика, который был бы при этом Еще и эволюционным биологом Мы бы тогда увидели полноценную Критику СТ, это было бы очень круто Это было бы куда выше по уровню, чем Моя критика, я лишь могу предлагать общие Принципы критики науки Это моя область, это моя специальность А вот когда речь идет о критике Конкретных научных теорий, ну теории Очень сложные, очень большие Довольно многогранные Включают в себя слишком большое количество Формулировок, фактов, тем более Эти теории изменялись годами Некоторые вещи, знаете, можно отнести к теории Дарвина А некоторые уже не Некоторые вещи из теории Дарвина уже нельзя отнести К синтетической теории эволюции Например, да, например Выживает сильнейший! Выживает сильнейший неожиданно У-у-у, сильнейший там пойдет Но над этим можно было бы долго угорать, выживая сильнейшим, но понятно, что синтетическая теория эволюции скорее не придерживается вот этого вот высказывания, выживая сильнейший. Поэтому, ну, человек, не очень хорошо разобравшийся в данной проблеме, мог бы просто взять и наброситься на данное высказывание, потому что, очевидно, оно глуповато смотрится, да, оно смотрится глуповато. Так вот, наброситься на это высказывание, а в итоге ничего не раскритиковать. И такое вполне возможно, особенно, когда речь идет о неспециалистах. В принципе, не вижу никакой обязанности в том, чтобы быть специалистом в биологии. Не моя область, не моя специальность. Я обычно критикую общую методологию науки. Общая методология науки. Во-во-во, три слова, понимаете, да, это моя спецуха, в общем. В остальном, дальше уже выходя, я могу привести только такие соображения. На мой взгляд, они достаточно основательные, но достаточно основательные для того, чтобы их дальше развивать. Не для того, чтобы пользоваться ими в чистом данном виде. Потому что я, в принципе, понимаю границы своей аргументации в данном случае, границы своего скептицизма. Поехали дальше. Да, 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 да. Как известно, исследовать все отрасли науки, связанные с теорией эволюции, невозможно, потому что над ними работают сотни тысяч специалистов. Как и любая большая религия, наука держит в подчинении колоссальное количество людей, готовых в любой момент наброситься на несогласных. Впрочем, для опровержения любых научных взглядов достаточно лишь раскритиковать базовые положения науки в целом, что я уже давно и сделал. И, кстати, сделаю ниже еще вот в конце этой лекции. Потому что могу. Так вот, эту лекцию я записал, потому что мне за нее заплатили, друзья, не забываем об этом. Давайте же посмотрим на те доказательства с Т, которые существуют. Я собрал некоторую совокупность доказательств и прокомментировал их. Давайте обратимся к ним. Доказательства с Т, то есть универсальность генетического кода, первое доказательство, свидетельствует о едином происхождении всех живых организмов Земли. Нет, не свидетельствует, отвечаю я, но и не исключает. Тут, знаете, тут такой принцип. Нет, не свидетельствует, но и не исключает. Вот как бы так. Я бы так это сформулировал. Почти все доказательства эволюции можно в итоге свести к такому высказыванию. Нет, они не свидетельствуют об этом, просто они не исключают, что теория эволюции верна. Допустим, Бог создал живых существ с универсальным генетическим кодом, но при этом независимо друг от друга. Все. Теория эволюции нет? Нет. Универсальный генетический код есть? Есть. Все. Ну, что нам еще нужно в данном случае? Да, с другой стороны, мы можем допустить теорию эволюции и универсальность генетического кода. Можем? Можем. Да, тоже не исключает. Не исключает теорию Бога, который создал все живые существа с универсальным генетическим кодом. Да, теория Бога вот такого вот она может быть. Не исключает ее и не исключает теорию эволюции. Про ископаемые ниже будем говорить. Впрочем, я здесь не то чтобы на стороне Бога нахожусь на самом деле, с Богом просто проще. Может быть дьявол, может быть инопланетяне, кто угодно может быть. Кто угодно мог создать универсальный генетический код. Что угодно могло создать универсальный генетический код. Возможно, универсальный генетический код был создан с помощью великой какой-нибудь неземной магии, которая не является естественной. Да ведь все-таки наука и вообще биология и вообще теория эволюции, они базируются на том, что процесс эволюции является естественным. Да, действительно. Но при этом универсальность генетического кода никак не противоречит тому, что этот генетический код мог быть создан какой-нибудь магией. Например, да, например, вот такое может быть. Почему бы и нет? И видите, первое же доказательство может быть использовано с тем же самым успехом, как доказательство, как свидетельство того, что мир создан с помощью магии. Магия создала универсальный генетический код. Поехали дальше. Что еще? Единство аминокислотного состава белков. Магия создала единство аминокислотного состава белков. Бог создал там мефистофель, кто угодно. Короче, понимаете, тоже не противоречит. Ну, в общем, да, тезис такой. Единство аминокислотного состава белков свидетельствует о единстве происхождения всех живых организмов. Это тоже самое абсолютно не свидетельствует, но и не исключает. Если бы единство аминокислотного состава белков и универсальности генетического кода не было, то СТ точно была бы ложна. А так мы просто имеем некоторые наблюдения, которые ей не противоречат. Это не доказательство ни в коем случае. О! Чем ближе родство, тем меньше отличий в строении белков. Например, гемоглобин человека и шимпанзе идентичен по аминокислотному составу. А между гемоглобином человека и гориллы отличие в двух аминокислотах. Опять же, здесь работает тот же самый трюк, что и в первых двух случаях. Во-первых, так это могло быть создано изначально. Так, ну, богом каким-нибудь, мефистофелем, неважно. Во-вторых, говорить о родстве имеет смысл только в рамках веры в теорию эволюции. То есть, когда мы говорим о родстве, мы уже подразумеваем, что теория эволюции верна. И мы говорим, что вот этот вид, вот этот вид родственен второму виду. То есть, человек и шимпанзе, они так или иначе родственны, произошли от общего предка. И высматриваем там какие-то закономерности между ними, которые подтверждают нашу позицию. Мы уже, то есть, изначально верим в то, что родство имело место. То есть, то, что родство существует. А потом говорим, что вот этого родства есть такая общая черта. И получается, что это цикл в аргументации. Вы вообще понимаете, в чем дело? То есть, мы постулируем родство на базе теории эволюции. И с помощью родства доказываем теорию эволюции. Это логическая ошибка. Зацикленность, да, зацикленность аргументации. Куда маловероятно, но вполне возможно прийти к похожему составу белков, на мой взгляд, не имея близкого родства. Кроме того, если в становлении живых существ кто-то вмешивался, то морфология, анатомия и даже строение белков может иметь минимум отличий у существ, крайне далеких друг от друга по степени родства. Допустим, у нас есть два мира. Мир А и мир Б. В каждом своя эволюция. Допустим, в обоих случаях в мире А и в мире Б появляются люди с античным строением белков. Они родственны? Очевидно, не родственны. Абсолютно очевидно, что они не родственны. Но строение белков же свидетельствует о родстве, сказано. Нет, не свидетельствует. Видимо, не свидетельствует. То есть, если мы понимаем под свидетельством строгое доказательство, нет, не свидетельствует в таком случае. Сравнительная эмбриология приводит убедительные доказательства в пользу эволюции. Еще Чарльз Дарвин обратил внимание на связь между индивидуальным развитием, антогенезом и историческим развитием вида, филогенезом. Как по мне, это одно из самых слабых доказательств эволюции, потому что оно основано на субъективном мнении людей в их сравнении. Ну, они берут и сравнивают, и рассказывают свои субъективные мнения. Это довольно странно. Кто-то видит в эмбрионах на разной стадии развития рыбок, ящериц и так далее. Это очень убедительно, конечно, невероятно убедительно смотрится. Само по себе такое, в кавычках, доказательство тоже не исключает теорию эволюции, но и не подтверждает ее. Что вообще может помешать эмбриону иметь те или иные ступени развития, пускай и морфологически сходные. Допустим, опять же, что это сделал бог или инопланетянин. А почему? Да по приколу. Пути господни неисповедимы, пути инопланетян неисповедимы. Делайте, что хотите с этим. Или по каким-то причинам вот это вот так вот произошло. Нам просто имеет такую форму, которая напоминает нам форму рыбки, форму ящерицы. Некоторые морфологические особенности даже повторяются. Тем более, морфология не является ограниченной. Наоборот, морфология-то она является ограниченной некоторыми формами и параметрами. А потому совпадения вполне возможны. Тыкать в каждое совпадение и кричать, что эволюция факт, это религиозный фанатизм, который легально продвигается в нашем обществе в рамках школьного и университетского образования. Это реально довольно странно. Особенно именно вот по этому параметру. Это довольно странный параметр. А вот, выполнение закона Бера, как еще доказательства. На ранних стадиях развития зародыш разных классов позвоночных животных сходные, а затем отклоняются в своем развитии друг от друга. Сходные это очень круто, это очень классное слово, да, но сходные не равно идентичны. Дворовая собака и коза тоже, например, отчасти сходны по размерам и форме туловища. А какая-нибудь карманная собачка будет больше похожа по размерам на крысу какую-нибудь тоже, понимаете? Вот разные, разные, они разные, да, они получаются разные. Но при этом собачка это собачка, маленькая карманная собачка, да, и она скорее близко к дворовой собаке. Хотя вот маленькая вот эта карманная собачка, она такая, а нормальная собака вот такая вот, большая, 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 да. И туловища по форме у них отличаются несколько, опять же. Хвосты отличаются, все отличаются. Я могу собаку просто сделать похожую на козу. Я могу вывести собак, которые похожи на коз, например. Они будут сходны с козами, но это будут разные виды при этом. Поиск сходства и различия, а также их классификация, на мой взгляд, дело субъективное. Ничего объективного здесь нет. Именно поэтому данный аргумент толком ничего не значит. Закон БРа на ранних стадиях, да, развитие зародыша разных классов позвоночника, животных сходных. Даже если исходные, что это значит? Ничего. Продолжаем. Продолжаем выполняется биогенетический закон Мюллера и Геккеля. Антогенез есть краткое и быстрое повторение филогенеза. На мой взгляд, это очень удобное допущение, которое все еще нужно доказать, потому что прямых доказательств макроэволюции, то есть филогенеза, на мой взгляд, не существует и существовать, скорее всего, не может, потому что люди смертные. А индуктивный опыт всегда носит вероятностный характер, а потому велика вероятность ошибки. Данный закон имеет смысл только в границах теории эволюции, то есть в контексте того, что мы уже верим в эту теорию. Получается цикл в доказательствах, еще одно доказательство, которое очень легко приводится к циклу. Сам этот пункт выводится из веры в то, что имеется именно такой филогенез, который фиксируется в науке. Собственно, этот пункт не просто не является доказательным сте, он есть его следствие. Это просто следствие сте. Тут нет какого-то даже смысла приводить эту штуку в качестве аргумента в пользу сте. Но то же самое, что говорить. Бог существует, потому что в церкви мы троице поклоняемся. Что в церкви есть? Бог есть, потому что есть в церкви. Антогенез и краткое и быстрое повторение филогенеза есть. Да, вот оно, вот оно. Из этого следует, что существует сте. Да, но потому что обычно это следует в обратном порядке. Окей. Седьмой пункт. План строения позвоночных животных одинаков у различных классов. Например, в скелете земноводных присмыкающихся птиц и млекопитающих различают четыре отдела скелет, голова, туловище, конечности и пояс конечностей. Да. Да, есть пояса конечностей, да. Да, но различия этих разделов порой бывают колоссальны. Вплоть до того, что у некоторых видов исчезают конечности. Змеи. У змеи что-то с конечностями не очень хорошо, да. А голова может менять свои размеры, форму. И сказать, что одна голова и другая голова это одно и то же не всегда довольно просто. У человека, например, нет хвоста. У многих обезьян есть хвост, а у человека хвоста нет. Ученые скажут, так от него остался след, то есть копчик. Но это они тоже предположили, исходя из теории эволюции, предположили из того, что они правы, предположили из того, что у них есть презумпция, презумпция верности теории эволюции. Поэтому копчик это свидетельство, да, теория эволюции, еще один цикл, замечательно. Но если бы копчика не было, они бы сказали, что хвост просто полностью атрофировался, никаких следов от него не осталось. Кстати, если я не ошибаюсь, есть люди, у которых вообще копчиков нет же, нет? Сейчас. Я бы даже прогуглил, сейчас проверил, может быть это глупость абсолютная, но ладно, не будем на этом зацикливаться, я еще опозорюсь лишний раз. Получается, что это очередное зацикленное доказательство, которое можно сформулировать так. Если теория эволюции верна, то копчик это остаток хвоста, что доказывает верность теории эволюции. Это опять же логический цикл. Так вот, давайте на конечности обратим внимание, тем более одно из доказательств идет от конечности. Конечности состоят из одинаковых костей. Различия в строении проявляются в результате приспособления к различным условиям среды. На мой взгляд, это очень оценочное осуждение, которое, как мне думается, также притянуто за уши. Если мы начнем сравнивать плечевые кости разных видов, то обнаружим, очевидно, большую разницу. Говорить о том, что они одинаковые, невозможно. Есть некоторые сходства, ну например, да, у нас есть лучевая локтевая кость, у птицы есть лучевая локтевая кость, у многих видов есть лучевая локтевая кость, и у них плечевая кость есть, и лопаточки у них есть. Все как бы, как бы в некоторых таких вот вариациях оно присутствует у разных видов. Да, это все настолько разные вещи, честно говоря. Это очень разные штуки. У кого-то тут плечевая кость вот маленькая-маленькая, даже по отношению к лучевой и локтевой. То есть, понимаете, лучевая и локтевая может быть громадная, а плечевая малюсенькая. Вроде у некоторых птиц так. То есть, соответственно, если мы посмотрим на составы, просто кости вух-вух-вух меняют свои размеры, просто в колоссальных каких-то вариациях меняют свою форму, меняют свои функции, например, тоже, что тоже интересно. Вот, например, у нас, вот, вот ручки у нас, вот опять пять пальчиков, на копыта совсем не похоже, на крылья тоже совсем не похоже, да. Чтобы вот эта штука превратилась в крылья, нужно взять, удлинить пальцы, сделать их толще, крепче, укоротить плечевую кость, удлинить, в общем-то, локтевую кость, удлинить лучевую кость тоже, соответственно. Очень-очень исказить нашу ладонь нужно, соответственно, отрастить перья на ней. Ой, сколько всего нужно сделать, ой, сколько всего нужно сделать, я даже не знаю. Огромное количество вещей нужно произвести. И сказать, что это одно и то же, одинаково, я даже не знаю. Причем некоторые кости, они срастаются в итоге. Ну, для копыта вроде бы ряд костей просто взяли и срослись. Чтобы, да, создать копыта, вот-вот-вот срослись как бы они. Да уж. Да уж, да уж, да уж. Более того, тезис о приспособлении, опять же, следует из веры в теорию эволюции, что является лишь логическим циклом и ничего не доказывает. Относительно того, что кости имеет схожее строение, это вопрос в степени сходства. Оценочная характеристика. Кроме того, да, есть определенные повторения. Есть, мы их только что разобрали. Ну, допустим, ну, просто давайте, опять же, допустим, у бога была плохая фантазия. Или он посчитал, что именно такое строение наиболее адекватно. Или не бог, дьявол, инопланетяне, кто угодно, что угодно, магия. Вообще без разницы. Кроме того, многие структуры скелета то появляются, то исчезают, то меняются до неузнаваемости, то еще что-то происходит. Ну, хвост есть, хвоста нет. Нет, вполне возможно, пальцы могут исчезать, конечности могут даже исчезать некоторые. Голова может вдавливаться, шея может почти не появляться, трансформироваться. То есть, где начинается шея и начинается позвоночник, да, вопросы шея, позвоночник, где? Не у всех есть шея, не у всех есть шейные позвонки, условно, да. Ну, позвоночник будет условно, да. Ребра, ребра у всех разные, тоже животных. Тазовые кости разные. И так далее, так далее, так далее. Здесь такое большое количество интересных вариаций, что, ну, на самом деле мне даже вот интересно было бы посравнивать. Сравнение разное проводить и побеседовать, может быть, с людьми, которые этим занимаются, потому что действительно очень интересная тема. Это фундаментально интересная тема, это так классно, это так красиво, это так многообразно. Но при этом я не вижу в этом никакого, никакого свидетельства того, что эволюция реально существует. Так вот, сходный план строения имеют и остальные системы органов, и отдельные органы. Опять же, все это можно сбросить на плохую фантазию бога, дьявола или на какие-то процессы, которые выходят далеко за пределы простейшего объяснения, то есть нарушают бритву окома. Возможно, это обусловлено куда более сложными механизмами, чем ученые вообще могут себе представить. То есть, даже сходный план строения органов не является достоверным аргументом в пользу теории эволюции, а просто не противоречит ей, как и все прочие аргументы. Понимаете, у нас есть несколько групп аргументов, которые просто не противоречат теории эволюции, и это постулируется как ее доказательство. Мне такой подход, ну, как бы не очень нравится от объективной, прекрасной, замечательной, неоспоримой науки, который в 10 тысяч раз лучше, чем философия, да, который в 10 тысяч раз лучше, чем религия. Вот такой подход меня, например, не устраивает. Ну, и тем более, да, допустим, давайте допустим, если бы план строения органов все-таки был бы разным. Смогли бы здесь выкрутиться эволюционисты? Да, конечно, смогли бы, но чё бы, чё бы не выкрутились. Как будто бы это как-то уничтожило их теорию. Ну, ну, серьезно, нет, конечно. Да, давайте перейдем к классическим доказательствам, которые представляет сравнительная палеонтология, изучающая ископаемые организмы, животные, жившие в прошлой эпохе, да. История развития живых организмов на Земле сохранилась в виде ископаемых останков. Я вот лично не верю в то, что ископаемые, суть, были живыми существами. Как по мне, я не могу говорить об этом, пока не увижу собственными глазами. А собственными глазами я этого не увижу, пока не будет изобретена машина времени, да и то надо будет подтвердить, что это машина времени, а не какая-то технология, которая переносит меня в параллельный мир, например, да. Так вот. Так вот. Это неудобно, да и в целом является наиболее простым объяснением, соответствующим бритве окома. Но я не верю ни в простые объяснения, ни в бритву окома, поэтому я здесь тоже могу усомниться. Продолжаем по той же самой теме. Прямым доказательством пишется здесь эволюция является ярусность расположения останков живых организмов. Чем более древний слой изучается, тем более примитивные формы жизни в нем находятся. В верхних слоях находят останки более поздних форм жизни. Опять же, на мой взгляд, ярусность ни в коем случае не является прямым и уж точно не является доказательством. Вернемся к прошлому абзацу. Если мы точно не знаем, что окаменелости когда-то были живыми существами, то о какой прямоте может идти речь? Единственное прямое доказательство эволюции это созерцание этого процесса эволюции на протяжении всех миллиардов лет. Притом созерцать надо развитие всех живых существ разом, чтобы точно убедиться в том, что везде работают именно эти законы эволюции, а не какие-то другие. Даже проследив развитие одной ветки от и до, я не смогу быть уверен в том, что эволюция работает на всем филогенетическом древе. У меня будут лишь косвенные доказательства эволюции. Все равно, до сих пор, допустим, я реально получу машину времени и прослежу за развитием видов на протяжении всего их существования. Одного вида какого-то, ну не одного вида, а одной ветки, одной ветки филогенетического древа, да? И при этом, и при этом у меня все равно не будет абсолютного доказательства эволюции. Чтобы индуктивно доказать вот эту вот эволюцию, необходимо проследить за всеми. Понимаете? И только тогда индукция будет полной. Только тогда. До тех пор, пока я не прослежу за всеми видами, индукция будет носить вероятностный характер, и я могу думать о том, что вот один вид развивается эволюционно, а другой может быть и нет. Вполне допустимо. Опять же про ярусность. Бог, дьявол и другие обстоятельства могли повлиять на такое расположение окаменелости. Почему, например, окаменелости были расставлены не инопланетянами? Потому что у нас нет свидетельства об инопланетянов? Хорошо. Но отсутствие свидетельств не является доказательством того, что этого не происходило. Бесконечное множество теорий может описывать ту совокупность фактов, которыми сейчас располагают ученые. Тоже можно сказать и про ярусность. Ярусность не противоречит теории эволюции, но и не является ее доказательством. Также она не противоречит бесконечному множеству других теорий. Ну, например, теории вот такого вот странного бога или дьявола, которые расположили по какой-то причине окаменелости в том или ином порядке. А что нет? Теперь давайте обратимся к другой теме, которая называется философия из СТ. СТ исходит из типичных научных предпосылок, которые были добыты еще во времена ранней европейской философии. Речь идет, конечно же, про естественную установку, в которую я включаю такие тезисы. Прежде всего, мир является естественным и только естественным. Во-вторых, вторая установка это бритва о ком и не умножай сущности. Третья установка, мир функционирует по одним и тем же законам на всех уровнях в любом месте и в любое время. Четвертый тезис. Наблюдаемый мир точно не является иллюзией. Пятый тезис. Мир принципиально измерим. Шестой тезис. То, что существует, может быть обнаружено прямо или косвенно с помощью технологий. Все эти тезисы взяты на веру без каких-либо достаточных обоснований, но без этих базовых верований ни одна научная дисциплина не может существовать и пытаться доказывать свои положения. Допустим, эволюция существует, но не эволюция Дарвина или Сте, которые допускают, что мир работает только по естественным законам. И есть только эти естественные законы, но по законам силы Аллаха или магии или какой-нибудь другой метафизической силы, управляющей данным миром, стоит лишь задуматься о возможности нарушения догмы этой естественной установки, как сразу становится понятно, что Сте не единственный вариант, который может следовать из всех имеющихся фактов. Наука ограничена естественной установкой. Даже доказательства в рамках науки базируются на этой естественной установке. Например, возраст различных ископаемых определяется, допустим, углеродным анализом и многими другими методами. Но этот метод основан на вере в то, что, вот опять же, сейчас принципы перечисляем, мир функционирует под одним и тем же законом на всех уровнях в любом месте и в любое время. Если это не так, то возраст ископаемых может оказаться абсолютно любым, потому что скорость распада углерода и других веществ, по которым что-то там предсказывается, тоже может меняться со временем. Законы этого распада могут быть другими, вплоть до того, что, ну, может быть, там, миру и 6 тысяч лет, допустим, или 5 тысяч лет, или 2 минуты. Ладно, 2 минуты перебор, конечно, но вы поняли, вы поняли меня. Также, если мир является иллюзией, то говорить о естественных законах не приходится, что автоматически делает СТ, ну, не ложный, но сомнительный, по крайней мере. А вдруг мир иллюзия? Тогда никаких естественных законов в этом мире нет, потому что нет, собственно, этого мира. Логично? Логично. Просто? Просто. Тогда СТ, как и все научные теории, не являются истинными, в них ничего истинного нет, и все. Такое, вот, знаете, опровержение через допущение совершено. Здесь даже не нужно большого количества шагов предпринимать. Пока многочисленные философские теории не будут опровергнуты с абсолютной строгостью и точностью, пока они будут называться лишь нефальсифицируемыми, то есть неопровержимыми, а потому и ненаучными, до тех пор ни одна научная теория не может быть доказана. Ибо отсутствие очевидных и бесспорных опровержений в рамках философии говорит нам не о том, что философия плоха, а именно о том, что наука не доказана. Мы можем одним речевым актом перевернуть всю науку, стоит нам лишь попытаться сделать нефальсифицируемые утверждения, которые не противоречат тем фактам, которые мы наблюдаем. Все. В принципе, на этом разбор синтетической теории эволюции может быть завершен. Безусловно, я вставил большое количество своих пятикопеечных высказываний, критики, которые, наверное, были неуместны, но все-таки лекцию вы заказали мне, и, соответственно, я должен был со своей колокольни данную тему рассмотреть, и я ее рассмотрел. Спасибо большое заказчикам, спасибо большое зрителям, которые меня сейчас смотрели, большое спасибо критикам, которые будут меня критиковать. Возможно, вы будете очень строги к данной критике, особенно если вы не понимаете, что речь идет о сомнении в данном случае, а не о опровержении безоговорочном. Многим людям свойственно понимать мои тезисы таким образом, как будто бы я, знаете, все критикую через абсолютное уничтожение, на самом деле, как бы, да, а на самом деле все наоборот. Я как раз через скептицизм это все трактую, через сомнения в различных положениях, в том числе базовых положений, положениях философии и науки, друзья. На этом, я думаю, следует закончить. Спасибо вам большое, спасибо зрителям, спасибо все смотрящие. До следующих лекций, всего доброго, всего самого хорошего, друзья, до свидания.